Что касается наводнения, хотел еще с вами обсудить. Ну вот, форс-мажор или, как показывает сейчас сообщение, ну это, по сути, системная ошибка, поскольку, то есть вследствие коррупции, неэффективности, головотяпства, оказывается, это дамба, это, по сути, был какой-то такой земляной вал, насыпь, который, ну никак не мог стоить заявленную сумму, которую, конечно же, потратили. И, по сути, это та же просто системная ошибка, которую, например, мы видели зимой, это авария ЖКХ. Вот к чему вы больше склоняетесь? Ну, это, конечно, системная проблема, то есть это перемножение износа на коррупцию. Я бы сказал так, что такая сложная форма получается, но она правильная. И в этом смысле мы сейчас начинаем говорить, что коррупция становится смертельной бедой России, потому что так много скоррумпировано, так много своровано, так много похищено из бюджетов на возведение объектов, что очень, видимо, многие, даже относительно молодые по возрасту объекты являются источником большой беды. Потому что, когда эта дамба разрушалась, я посмотрел это видео, там видно, что там нет ничего, никаких жестких конкреций, никаких жестких компонентов, там чистая земля, вода ее размывает, и вот этот водо-земляной поток, он и рушится. Так что там, конечно, ничего не было заложено, все это было украдено, об этом уже эксперты предупреждали, для суда было сделано заключение, суд это проигнорировал, потому что суды в России, как вы понимаете, они отнюдь не независимые, подчиняются местным властям, поэтому заключение было отвергнуто, было сделано новое, которое сказал, что возведено сооружение просто на радость, как хорошо, но и в итоге, конечно, мы получили все, что получили. Поэтому Россия, это страна, которая, ну, объективно была сильно изношена, ее надо было ремонтировать, а то, что даже было сделано новое, сделано халтурно, потому что слишком много денег украдено. Недаром в России есть такая горькая поговорка, что Россия, страна рос, распила, откат, занос, и вот это ее, как бы, сущность экономическая, и это теперь проявляется, теперь вылезает на поверхность, и мы увидим еще очень много таких катастроф, таких проблем, и какие они будут, можно гадать, я не хочу даже озвучить, потому что людей в России пугать не хочется, они как бы ужасно пугаются на мои заявления, кричат, что я рассказываю страшилки, а потом говорят, а как же так, вы же это все предсказывали несколько месяцев назад, откуда вы знали? Это все, не бог весть, какая секретная информация, все это есть, все это очень сильно изношено, все надо было чинить, а вместо этого начали войну, ну, соответственно, что же получится? На фронте, может быть, какое-то оружие появится, а внутри страны жизнь будет рушиться, потому что старая гражданская инфраструктура будет выходить из строя, и денег на это все нету, потому что проблема появляется все время. Значит, сначала появились проблемы с ЖКХ, сейчас идет проблема в энергетике, идут проблемы с лифтами, никто не знает, что делать с лифтами, тоже надо срочно менять огромное число лифтов, их просто нету, тем более, что ушли еще иностранные производители лифтов, у которых были предприятия в России, российские пытаются произвести, но так столько быстро не сделаешь, и как будут жить люди в большевысотных домах во всей России при отключенных лифтах, трудно представить, это все как бы будет по отдельности возникать, но это все будет складываться в катастрофу разрушающейся нормальной жизни, вот это то, что можно про Россию увидеть, предсказать, и остановить это практически уже невозможно, на это нужно теперь слишком много денег, которые Россия найти, выделить, профинансировать не сможет, потому что все деньги уходят на войну. Ну, действительно, перед выборами, тем, что назвали выборы, Путин пообещал, по-моему, то ли 6, то ли 8 триллионов рублей на протяжении следующих 6 лет, и там, по-моему, порядка полутриллиона рублей были на ЖКХ, может быть, да может быть, даже больше, если поскольку это складывается. Это смешные деньги, есть расчеты экспертов российских, которые этим занимаются, которые говорят и озвучивают эти цифры в Государственной Доме Российской Федерации, что для того, чтобы купировать, предотвратить аварии в ЖКХ России, надо в ближайшие 3 года потратить не меньше 100 триллионов рублей, цифру слышите, 100 триллионов, годовой бюджет России 36 триллионов, то есть 3 годовых бюджета в ближайшие 3 года надо полностью потратить, то, чтобы предотвратить аварии. Таких денег нет в принципе, и они не могут быть потрачены. Раз они не могут быть потрачены, то вот эта безумная волна аварий, она будет происходить и дальше. Она будет происходить и дальше. Тут интересно еще заявление, на последок хотелось спеть с вами обсудить. Генеральный консул Китайской Народной Республики в Иркутске раскритиковал состояние аэропорта Иркутска, если мы уже с вами говорим про инфраструктуру, и сравнил его с автобусной станцией. Он в частности сказал, аэропорт похож на наши автобусные станции в уезде. Вот под эту ситуацию износа возможности выделить деньги на инфраструктуру, насколько может Китай предложить свою помощь и дружеское, так сказать, плечо, что давайте мы вот будем вкладывать деньги, а вы нам какие-то экономические преференции. Ну, то есть вот такая себе ползучая экономическая экспансия. А зачем? Китай и так уже полностью распоряжается Россией, Россия легла под него и всеми силами изображает, как она его любит, и поэтому Китаю ничего дополнительно добиваться от России не надо. Россия все сама предлагает, сама готова отдаться, только Китай не очень берет, так что ничего от России дополнительного Китаю не нужно. А помогать России Китай не собирается, мы это совершенно открыто видим, это даже говорят путинские чиновники. Почитайте выступление московского мэра Собянина, который в прошлом году вдруг возопил горестно, что мы-то думали, что китайцы нам друзья, они нам на каких технологий не дают, оборудование не дают, даже то, что дают, берут в три дорого. Мы-то думали, они нам друзья, они нам совсем не друзья. Ну просто такая неожиданная реакция, такой был наверчивый, наивный человек, просто как он только в мэр столичного города вышел с таким уровнем понимания окружающего мира. Но тем не менее, не нужно китайцам от России ничего. Ну ничего, они все уже, что нужно, имеют. Лес получают, значит, нефть получают, да, значит, газ получают столько, сколько им нужно, и поэтому даже не подписывают контракт на силу Сибири-2. Им хватает, они все от России уже поимели. А помогать России, развивать России, да зачем? Какой в этом смысл для Китая? Никакого. Китайцы очень рационально мыслящие люди, и совершенно нет никакой выгоды захватывать Россию, осуществлять экспансию в Россию, подкармливать Россию, ремонтировать Россию. Это Китае не нужно. Игорь Владимирович, спасибо вам за этот разговор, как всегда интереснейший Игорь Липсиц, российский экономист, был с нами. Друзья, поставьте лайк этому видео, оно того стоит. Ну и подпишитесь на фабрику новостей, если еще этого не сделали. Меня зовут Александр Шульга, до встречи. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok